скажите пожалуйста над какими законопроектом вы работаете сейчас давайте вот интересный очень законопроект который касается многих людей это законопроект о парковках на газонах очень интересно и ну собственно его уже подали этот законопроект он сейчас начинается его рассмотрение тема простая по правилам дорожного движения до парковка в неустановленных местах наказывается штрафом административным простая очень вещь но когда нерадивый автолюбитель паркуется там на газоне и так далее то есть это получается зона вне дорожного движения естественно он под штраф не попадает то есть он припарковался в неположенном месте в благоустроенном месте во дворе дома на газоне например на другом газоне но это не в полосе дорожного движения это не подпадает под правила дорожного движения а подо что это подпадает тогда не подошло это в том-то и дело что в административном кодексе об административных правонарушениях не предусмотрено было за это никакого наказания а в региональных законах региональные Вот вы правильно ставите. Региональные законы делали такие собственные, вносили собственные поправки в региональный кодекс административный и штрафовали. Но судебная практика пошла тем путем, что при обжаловании уже в Верховном суде, вот это пробел в законодательстве, и все региональные законы, которые накладывали эти штрафы, были признаны... То есть в отсутствие федерального закона суды считали, что регионы погрешились? Да, что они превысили полномочия. Неужели кто-то из регионов, будучи оштрафован за парковку на газоне, обжаловал это вышестоящих судов? Да, значит так и было. Паразит. Вот такая практика активно применялась в Калужской области и так далее. Наш товарищ, депутат из Калужской области, предложил вернуться к этой практике, но уже исправить в федеральном законодательстве, соединить эти две темы, правила дорожного движения и парковку на газонах. Мы выступили, подписали, надеемся, что все правильно поймут этот закон. Хотя мне вчера задавали вопрос, ну а как же так, у нас нет парковок, обеспечьте сначала парковками. Мой ответ простой. Да, в определенных случаях надо требовать от государства, от муниципальной власти, для того, чтобы прежде чем устанавливать какие-то запреты, надо дать возможность, право реализовать свою там на парковку и так далее. Но то, что касается зон благоустройства, это все-таки не столько имеет отношение, вот давайте прямо скажем, к закону, сколько больше к морали, наверное, правда? И если человек хам, то какие-то там, не взывай к совести и так далее, он все равно хамом останется. Он испортит газон, он с грязными своими колесами выйдет потом на дорогу, потом мы начнем возмущаться, дороги у нас грязные, нечищенные и так далее. Но, извините, к хамам отношение должно быть достаточно жесткое. Хотя там санкция очень маленькая. А велики ли штрафы? Там 500 рублей штраф на самом деле, да, как за парковку в неправильном месте. Ну, то есть очень скоро все-таки полиция получит право штрафовать? Да. Именно полиция? Ну, здесь уже не важно. Нет, в тех регионах, где было, поскольку нарушение правил дорожного движения, нет, это административный штраф. Я думаю, там могут и административные комиссии его накладывать. Понятно, Андрей Павлович, ну вот еще ряд законопроектов указан на сайте Государственной Думы. В частности, один из них посвящен изменениям правил эксплуатации газового оборудования. Здесь тоже тема простая. Это многоквартирные дома. Дело в том, что у нас ответственность за эксплуатацию оборудования распределялась, ну, на входе в квартиру, дальше уже жильцы, здесь управляющая организация, и вот эта цепь разрывалась. Что-то бесхозным оставалось? Не бесхозным, а разные договора, да, и, то есть, управляющая компания, например, делает все вовремя, и все понятно, жилец, у нас разные бывают жильцы, вы сами понимаете, да, и вы сами понимаете, что вот эти все несчастные случаи, которые связаны с газовым оборудованием, они происходят, ну, как правило, в неблагополучных семьях и так далее, у которых нет ответственности перед соседями, а это опасно очень оборудование, да, подъезды целые рушатся. И, собственно, законопроект направлен на то, чтобы был единый договор для одной организации, которая бы следила за всем оборудованием в комплексе, не прерывалась на входе в квартиру, там непонятно, что происходит, да, у какого-то жильца с газовой плитой там и так далее. И что же это будет за организация? Сложно? Нет, это специализированные организации, все, которые есть, у которых есть право на обслуживание газового оборудования. Ясно. То есть теперь мы управляющую компанию, вот, условно говоря, из этой цепочки выводим? Я правильно понимаю? Наоборот. Наоборот? Наоборот. Мы же не можем, жильцы не могут отвечать за то, что находится вне предела квартиры, да? Наоборот, у нас будет единый договор, то есть вот организация, которая обслуживает, она будет, мы предлагаем единый договор. Пока предлагаем. Она по единому договору будет весь комплекс домового газового оборудования обслуживать и фактически, ну, получается, отвечать, да, за те гарантии, которые они дали. Заканчивая конечным оборудованием горелкой на плите? Заканчивая квартире, да. А сейчас за горелку на плите отвечают жильцы сами? Ну, фактически, да, получается. Как интересно, это, вероятно, вызовет очень много споров, наверняка многие жильцы не захотят пускать в свою квартиру. Но здесь вопрос, что значит захотят, не захотят, это надо делать. Ведь поверки все равно-то происходят, газового оборудования. Конечно, четыре раза в год. Андрей Павлович, еще вот, я бы назвал... Главное, чтобы это в едином комплексе все было. Еще один законопроект, который мы увидели на сайте Государственной Думы, наверное, можно назвать чем-то вроде закона о тишине. О тишине расскажите, пожалуйста, по-другому. Это и есть закон о тишине, очень важный. И здесь тему, которую вот много раз поднимали здесь граждане, в приемные приходили, очень много и приходят. Очень простая тема. Мы знаем, что есть установленные нормы по тишине, и они региональные, там, ну, к примеру, после 10 вечера или после 11 нельзя шуметь и так далее, и так далее. Но сейчас этот закон стал работать меньше, с меньшей эффективностью по одной причине. Раньше мы могли вызывать сотрудника полиции, и это имело эффект. Ну, понятно, на соседей, там, на дебоширов и так далее. Сейчас эта ответственность из-под зоны действия полиции выведена. То есть полиция не хочет приезжать, передрисую всех в административную комиссию? Да, дело в том, что для того, чтобы полиция приезжала, нужны соглашения между регионом и полицией. Ну, по нашей статистике, на момент подачи закона ни в одном регионе соглашений по этому поводу заключено не было. А если появится федеральный закон? Да, а мы хотим обязать, собственно говоря, органы полиции реагировать. То есть, соответственно, при появлении федерального закона, я немножко разъясню телезрителям, насколько мы понимаем. Если кто-то из ваших соседей будет слушать музыку с недопустимой громкостью, будет издавать другие звуки, сверлить, делать ремонт в полночь, то вы сможете с полным правом набрать 0,2. Правильно? Да, если будет принят этот закон. Ну, я думаю, что он будет принят. Я очень надеюсь. Противников вряд ли найдется. Я на это очень надеюсь. Лоббистов, лоббистов слушания музыки среди ночи, наверное, сложно найти. Но так получается, здесь надо понять еще органы полиции, потому что они в сложных условиях работают. И эта часть все-таки, это же не преступление, вот такое классическое. С учетом тех угроз, на которые они вынуждены сейчас реагировать, я могу их понять, что, конечно, они могут оказаться заваленными такими вызовами. Поэтому, да, у них настороженные отношения, насколько я понимаю. Но это действительно проблема, с которой граждане идут во всех регионах, не только в Воронеже. Почему мы оказались в соавторах этого законопроекта.